КОНЕЦ Коллеги, всем привет. Спасибо большое, что пришли на мой доклад. Меня зовут Боря. Я занимаюсь в Дзене качеством ранжирования. Недавно в Дзене мы запустили наш собственный рекламный продукт, который позволяет монетизировать нашу выдачу, наш продукт, наравне с другими рекламными площадками, которые у нас есть, наравне с Яндекс.Директом и с другими. Сегодня я хотел немного рассказать про то, какие челленджи встали перед нами, когда мы запускали эту платформу, особенно с точки зрения машинного обучения. Какие грабли мы наступили, когда делали ранжирование, как мы смогли что-то поправить, и какие челленджи будут стоять перед нами в будущем и уже стоят сейчас. Вот заголовок у меня такой немного кликбейтный, потому что, конечно, экшен у меня будет меньше, чем в одноименном фильме Гая Ричи. Но про деньги что-то будет, поэтому имею право. Так, давайте сначала тогда в двух словах расскажу, что такое Дзен, что за продукт, на базе чего мы делаем нашу платформу. Если я описываю Дзен максимально коротко, стараться делать это в двух словах, то наиболее правильно будет назвать Дзен медиал-платформой. С одной стороны, основной точкой входа для пользователя и основным источником контента у нас является наш алгоритмический фид. Это бесконечная лента рекомендаций, в которой мы пользователю показываем что-то ему наиболее релевантное на основании того, что мы об этом пользователе знаем. Тут не важен какой формат, не важен какой тип контента, не важна тематика, важно, чтобы пользователю было интересно. С другой стороны, классическим алгоритмическим фидом Дзен был только в самом начале. Тогда мы действительно брали документы из внешнего интернета, обходили их, как-то собирали из них базу, и на основании того, что мы об пользователе знаем, показывали ему рекомендации. Затем в какой-то момент мы поняли, что для того, чтобы выделяться на рынке, нам нужно иметь не только лучшие рекомендации, нам желательно иметь еще и свой уникальный контент, которого больше ни у кого нет. Так мы запустили авторскую платформу, на которую любой человек, любой блогер может прийти, завести свой канал и писать контент на интересные и релевантные ему темы. А мы его будем ранжировать в ленте на общих основаниях и сами заниматься подбором его аудитории. Пару слов просто про цифры, чтобы примерно объяснить масштаб продукта. В день у нас порядка 13 миллионов уникальных пользователей сейчас. При этом теплые пользователи, то есть те, которые уже имеют некоторую историю в Дзене, уже что-то у нас сделали. Проводят в сервисе порядка 40 минут в день в среднем, что довольно много. И размер нашей документной базы в каждый конкретный момент времени в рекомендациях находится порядка 1-2 миллионов документов. При этом, разумеется, Дзен не только большой продукт для пользователя, это еще и большой бизнес, в том смысле, что он приносит значительную часть денег Яндекса. Я не могу сказать сколько, потому что меня уволят, но это действительно значительная часть и значительное число. При этом основной источник этой монетизации — это контекстная реклама в ленте или в статьях на платформе. При этом, если вы пользуетесь интернетом, то, наверное, вы представляете, как примерно работает обычная контекстная реклама. Предположим, я или какой-то другой бедолага решил купить себе новые кроссовки, желательные без смс-регистрации. После того, как он это поискал где-нибудь в поиске или походил на какие-нибудь такие сайты, после этого ему вот в ленте и в других продуктах Яндекса, рекламной сети Яндекса, будут показываться вот такие объявления про новые красивые кроссовки. Настойчиво, как бы вежливо, но очень так основательно. В ближайшие две недели вы будете видеть в ленте такие объявления. Это неплохая стратегия, это не очень глупо. Если вы знаете, что у пользователя есть готовый интерес к какой-либо теме, его нужно монетизировать, его нужно довести до конверсии. При этом дзен сам как продукт, он немного про другое. Он про то, чтобы найти что-то, что пользователю интересно, как-то понять его интересы из каких-то косвенных факторов, возможно создать новые интересы для пользователя, а не просто эксплуатировать имеющиеся. Поэтому и рекламный продукт мы решили делать в такой же постановке. Мы хотим, чтобы он был как интересным для пользователя, так и полезным для рекламодателя. Ну и давайте просто небольшой примерчик, как это выглядит на практике. Вот, предположим, к нам пришел какой-нибудь сервис такси, какой же, и хочет немного рассказать про свой контент, про свой продукт. Он не просто делает объявление в ленте, которое по клику ведет на какой-нибудь телефон или на заказ такси. Он пишет полноценную интересную статью, типа там, как сделать поездки выгодными, интересными, бла-бла-бла. Значит, даже если пользователь прямо сейчас не собирается конвертироваться, не собирается становиться пользователем продукта, для него это должен быть просто релевантный, интересный контент, если мы хорошо угадали с рекомендациями. У него не должно быть ощущения, нет ощущения, что ему просто попытались что-то продать. С другой стороны, для клиента, для нашего, это релевантная аудитория. Даже если пользователь сейчас прямо не стал клиентом сервиса, он уже знает про продукт, он знает, что он существует, и дальше с клиентом можно работать уже другими способами. Вот, теперь давайте чуть подробнее про то, как это, собственно, выглядит продуктово, и главное, как это выглядит технически. Вот общая схема того, как это выглядит, выглядит примерно так. Все начинается слева, когда наш хитрый алгоритм рекомендаций подбирает наиболее релевантные публикации промо. Почему-то алгоритм, я всегда изображаю такой нейросеткой однослойной, хотя он чуть сложнее. Что важно, помимо нашего промо-контента, который мы посчитали наиболее релевантным, у нас есть еще снизу материалы с других площадок рекламных, которые тоже претендуют за рекламное место в ленте, и которые вместе с нашим контентом идут в общий аукцион. Аукцион – понятная штука. Каждая рекламная платформа делает ставку, она говорит, сколько она готова заплатить за то, чтобы показаться на данное место в ленте. После этого тот, кто выиграл, платит либо первую цену, либо вторую, в зависимости от того, как реализован аукцион. И важно здесь следующее. Важно, что здесь лежит одно из важных отличий от классического сценария рекомендательных систем. В обычной рекомендательной системе, и даже в обычной ленте дзена, в обычном ранжировании, неважно, есть у нас сейчас релевантный для пользователя контент или нет, нам ему нужно что-то показать. Мы не можем ему выдать 404 или 500. Здесь можем. То есть если у нас здесь нет нерелевантных объявлений, если мы не готовы много заплатить за позицию в ленте, мы можем просто отдать ее партнерам. В этом проблем нет. Второй момент. После того, как мы все-таки аукцион выиграли, мы показываемся пользователю и наблюдаем взаимодействие его с контентом. Тут второй важный момент. Мы списываем с клиентов деньги только за те показы, которые мы считаем релевантными и которые они считают релевантными. Релевантными мы считаем не просто, не все показы, и даже не те показы, которые закончились кликом. Мы считаем релевантными показами, если пользователь кликнул и дочитал материал до конца. Если это произошло, то все хорошо, мы списываем с пользователя деньги и все довольны, все получили то, что нужно Если мы материал показали, а дочитка не произошла, мы это делали за свой счет Мы с клиентом ничего не списали, а рекламное место купили Это второй важный момент Нам важно угадывать и делать рекомендации релевантными Давайте теперь про то, как выглядит наш пайплайн ранжирования с технической точки зрения Я сейчас расскажу общую схему того, как это делается в Дзене, в том числе в органическом ранжировании То есть в ранжировании обычной ленты Разумеется, мы делали наш рекламный продукт по похожему сценарию Поэтому эти общие стадии тоже будут релевантны в нашем случае Все начинается с большой документной базы В обычных рекомендациях, обычных статей, как я говорил, это порядка 1-2 миллионов статей В рекламе мы, конечно, начинали с меньшего количества, сильно меньшего Если это 1-2 миллиона статей, то, разумеется, мы не можем применить все наши модели ML к такому большому количеству документов Потому что у нас есть жесткие гарантии на то, за сколько быстро нам нужно отвечать пользователю По факту мы можем оскорить порядка 1-2 тысячи документов А всего есть миллионы Значит, первый этап, соответственно, должен быть какой-то быстрый этап Сужение кандидатной базы, отборы потенциально релевантных публикаций Этот этап мы называем отбором кандидатов После того, как кандидаты отобраны, мы их ранжируем нашей ранжирующей моделью Про нее еще пару слов скажу После этого получаем отранжированный список документов И все, что нас останавливает от выдачи этого пользователю Это необходимость применить некоторый набор правил переранжирования и бизнес-логики Которая важна для продукта После этого мы получаем, собственно, готовую выдачу Давайте, собственно, по всем этим этапам пройдемся Про то, как они устроены в органике и как мы это делали в рекламе Отбор кандидатов Тут все довольно просто Значит, тут все определяется соотношением размера документной базы И тем, сколько вы можете документов отскорить Чем ближе эти два числа, тем менее умные вещи вам нужно делать Чем дальше эти два числа, тем больше вам нужно работать На старте рекламного продукта, разумеется, это были такие early adopters С точки зрения клиентов Наша документная база состояла из порядка сотен документов А отскорить мы как раз-таки могли 50 или 100 То есть примерно половину, условно говоря В таких условиях ничего умнее равноверного сэмплирования особо не нужно Просэмплировал как-то документы, сколько можешь отскорить на запрос Где-то половину захватил, пойдет И так будет нормально работать Забегая чуть вперед, скажем, что сейчас мы там за пару месяцев уже кратно выросли И там растем и дальше А типа времени нам больше не дали Поэтому тут нам надо уже делать что-то более умное В частности нам надо перенимать опыт коллег, которые ранжируют основную ленту И давайте сейчас вкратце про то, как они это делают Про то, что мы собираемся тут сделать дальше Общая схема отбора кандидатов в Дзене устроена примерно так Есть некоторое количество логических источников данных, которые мы называем стримами К каждому из них применяется такая двухступенчатая модель При которой мы не просто берем все документы со стрима Мы сначала берем некоторый такой расширенный шортлист А затем прогоняем его через то, что мы называем легкой формулой Легкая формула это, по сути, такого же типа модель, что и основная Но обученная на некотором подморосте признаков, которые быстрее вычисляются Быстрее применяются и, соответственно, могут через себя пропустить большее количество документов за то же время Таким образом, есть такая двухступенчатая модель Мы сначала отбираем расширенный список, затем сокращаем его легкой формулой Потом мы сливаем документы из всех стримов вместе И считаем этот список финальным списком кандидатов на данный запрос Какие же существуют стримы? Просто чтобы понимать Их довольно много Важный стрим и вообще очень важный для ZEN алгоритм в разных его проявлениях Как и для многих рекомендаторных систем Это коллаборативная фильтрация Мы ее делаем прям по-всякому, разными методами на разных матрицах взаимодействия и так далее Первое. Мы делаем коллаборативную фильтрацию на источниках То есть мы выписываем матрицу пользователь-домен или пользователь-источник Взаимодействиями считаем, ну позитивными взаимодействиями считаем в некотором смысле довольный клик Сейчас не буду решировать, что это значит Можно считать примерно, что это клик без какого-то негативного фидбэка Без дизлайков или без блокировок Делаем матрицное разложение Делаем мы его ILS То есть начинаем с кого-то стартового приближения Фиксируем матрицу юзеров По ним шагаем и по ним делаем оптимизацию в сторону айтемов Затем фиксируем айтемы, фиксируем по юзерам И так делаем несколько раз При этом каждая задача получается просто задачей Квадратичной регрессии и решается она стандартными методами После этого с каждого источника мы отбираем документы более-менее эвристические Например, самая популярная или самая свежая Можно делать коллаборативную фильтрацию по-другому Можно делать ее напрямую на матрице пользователь-документ Значит, алгоритм не меняется Таким образом мы опять получаем имбеддинги айтемов и имбеддинги пользователей Проблема только в том, что если источников порядка тысяч Или десятков тысяч, то документов порядка миллиона И, разумеется, их все в рантайме мы отсортировать поблизости не можем Поэтому приходится как-то быстро искать ближайших соседей к данному пользователю Мы это делаем с помощью индекса ближайших соседей Мы используем алгоритм HNSW Hierarchical Navigable Small World Не буду сейчас детально говорить, насколько он устроен Можно прочитать, а может все уже и так знают При этом есть всякие бизнес-логические вещи Мы набираем документы с источников, которые пользовались подписан На которые он недавно заходил Какие нам нужно, может быть, забустить в ранжировании и так далее Соответственно, вот этот весь опыт мы будем перенимать Дальше по логике должен быть этап ранжирования Но давайте я сначала расскажу про переранжирование Потому что оно умещается в один слайд Оно максимально тривиальное Мы сейчас с ним расправимся и будем говорить про интересные вещи Бизнес-правил у нас не очень много Они довольно простые и понятные Во-первых, мы не хотим пользователя слишком долго мучить одним и тем же документом Если мы N раз ему его показали, а он никак не присоединился, наверное, хватит Во-вторых, мы не показываем документ после того, как пользователь на него явно либо кликнул, либо лайкнул, либо заблокировал что-то такое Тоже понятно, что ему уже этого хватит И последний момент, мы стараемся не показывать совсем уж нерелевантные рекомендации В том смысле, что такое может получиться, если, например, релевантность довольно низкая, а ставка у рекомендователя довольно высокая Он все равно может выиграть аукцион Но мы пользователей мучать не хотим, поэтому такой показ мы делать не будем Ну, собственно, вот тут и все Давайте же теперь про ранжирование немного поговорим Постановка задач CMS здесь довольно простая и естественная Так как мы играем в аукционе, там из теории следует, что если аукцион устроен правильным образом То каждому рекламодателю, каждому претенденту за рекламную позицию выгодно ставить ровно столько, сколько он ожидает заработать с этого показа Соответственно, нам нужно предсказать мотожидание денег, которые мы заработаем с данного показа Из продукта следует, что мы заработаем либо ставку рекламодателя, если пользователь дочитал статью, либо ничего, если он ее не дочитал Соответственно, навешивая на cost per show, на CPS мотожидание, мы понимаем легко, что мотожидание денег, которое мы заработаем, это ставка умножить на вероятность того, что пользователь эту статью дочитает Нам ее надо максимизировать по публикации Соответственно, вся задача ML в нашем случае сводится к тому, чтобы выучить вероятность того, что данный пользователь дочитает данную статью до конца Этим мы и занимаемся Вот как мы обычно обучаем формулы в Зене Не только рекламную формулу, но и формулу, которая заведует ранжированием основной ленты Мы берем много-много разных фичей, есть из них и простые фичи, всякие счетчики и так далее О них расскажу в следующем слайде Мы берем и некоторые базовые модели, всякие нейронки, коллаборативные фильтрации, LSTM, DSSM и так далее Дальше после того, как у нас есть эти 200-300 чисел, нам их нужно как-то вместе замешать в одно число Как-то изоблендить эти предсказания Мы это делаем градиентным бустингом Подаем их все как признаки и предсказываем прямо поточечный логлос То есть оптимизацию мы делаем довольно нехитрую Особенно это важно, минимизировать именно поточечный логлос в нашей задаче Потому что нам нужно предсказать именно вероятность того, что пользователи дочитают И именно это является минимизатором логлоса Какие у нас есть таргеты? Какие у нас есть признаки? В ранжевровании органики у нас таргет действительно довольный клик Из признаков, во-первых, счетчики То есть это всякие отношения кликабельной статьи Отношение кликов к показам, отношение лайков к показам, отношение дочиток к показам Насколько в среднем кликабельна статья И тут мы их считаем по разным срезам То есть мы их считаем как по юзеру Например, насколько в среднем много кликает, лайкает, дочитывает пользователь Мы их считаем по статьям и по источникам. Насколько в среднем дочитываем статья, насколько лайкабельна статья, если так можно сказать. И мы считаем это по паре. Пользователь-источник. То есть некоторые персональные признаки, если у пользователя есть история взаимодействия с этим рекламодателем или с этим источником. Есть фичи про продукт или про клиент, с которого заходит пользователь. Например, сидит он с телефона или с десктопа или с Яндекс.Браузера. Есть что-то про текущую сессию. насколько долго он уже сидит в Дзене, насколько он сейчас готов кликать или читать длинные статьи. Есть признаки про время публикации, среднее время чтения публикации, насколько это long-read, насколько сейчас пользователь на это настроен и так далее. Их довольно много, все перечислять смысла не имеет. Смысл, думаю, вы примерно поняли. Про базовые модели скажу про один очень важный паттерн, который мы применяем в Дзене, потому что он будет и дальше в докладе релевантен. Это такой некоторый универсальный способ варить довольно хорошие признаки из любых айтемных или даже юзерских эмбеддингов. Понятно, что если у нас есть какой-нибудь, не знаю, Word2Vec или ElmVector статьи, просто подать его как вектор в градиентный бустинг, там 128 признаков или сколько у вас размеров с вектора, наверное, не стоит. Ну, а первых признаков будет много, модель будет оверфититься. Во-вторых, с метрическими данными логические методы типа бустинга и деревьев работают не очень хорошо. Да и признаки хочется иметь персональными. Все-таки там некоторые контентные эмбеддинги — это не персональная штука для статьи. Хочется как-то сделать это персональным для юзера. Как же это сделать? Делаем мы это следующим образом. Раз нам так хорошо помогает коллаборативная фильтрация и ILS, вот давайте ровно такой признак и сделаем. Предположим, нам из офлайна пришел некоторый айтемный эмбеддинг любой природы, не обязательно коллаборативный. Давайте в рантайме просто сделаем один шаг ILS в сторону пользовательского эмбеддинга. То есть зафиксируем все айтемы из пользовательской истории. Для каждого из них посчитаем то, что мы считаем таргетом. В случае органики это клик, хороший клик. В случае рекламы это будет дочитка, добегая чуть вперед. И считая фиксированными айтемные эмбеддинги, попытаемся найти такой эмбеддинг юзера, который будет лежать в некотором смысле в одном пространстве с данными айтемными эмбеддингами. И в произведении на них будет давать ровно необходимый таргет. После этого у нас есть пользовательский эмбеддинг. И тривиально посчитать фичу для каждого документа, просто близость в этом пространстве. Вот это такой универсальный способ, довольно простой, варить хорошие признаки. Какие у нас есть типы эмбеддингов? Они есть всякие. Ну, как я уже говорил, коллаборативка у нас хорошо играет. Причем мы ее варим во всех возможных сортах и проявлениях. Мы ее делаем как по айтемам отдельно, так и по источникам. Мы делаем implicit и explicit ALS. Тут не буду вдаваться в разницу. Примерно, ну, может быть, все это и так знают. А если нет, то разница примерно в том, что мы считаем позитивным и негативным взаимодействием. Условно говоря, если был показ без клика, нужно ли это считать прям ноликом в таргете? Является ли это плохим сигналом? Или это на самом деле не является сигналом вообще? Может быть, пользователь просто там проистал мимо, значит, не заметил, не хотел кликать и так далее. В зависимости от этого мы получаем разный вектор таргета для ALS и таким образом получаем разные модели. Ну и, конечно, ансамблировать такие признаки тоже довольно хорошо работает. Чем больше таких ALS в модель накидаешь, тем получаются лучше. Есть много контентных признаков. Тут есть и стандартные вещи типа ворту веков, причем раздельные по тайтлу и по контенту. Там из последних каких-то контентных моделей нам хорошо зашли ELMA. Мы их вчера внедрили. Если есть такие картинки, мы их имбедим резнетами. Тут все довольно стандартно. И всякие смешанные имбеддинги, контентно-фидбэчные. С одной стороны, DSSM модели мы довольно любим. Мы пользователи представляем в виде истории, айтемов из его истории. Айтемы мы представляем в виде, в самом простом случае, мешка слов. И строим DSSM в обычном понимании слова. Есть еще у нас такое наше некоторое ноу-хау, контентное ALS. Мы нейросетью по контенту статьи предсказываем то, каким будет ее коллаборативный имбеддинг в будущем, пока статистики еще мало. Такие хорошие признаки для холодных статей. Окей. Есть у нас все такое знание. Есть у нас опыт большого дзена. Давайте приступим к нашей задаче. Бейслайн-подход мы выбрали довольно естественный, максимально естественный в текущих условиях. Давайте просто возьмем все те признаки, которые уже насчитаны в основной модели, и обучим на них градиентный бустинг, но не на кликовый таргет, а на дочиточный, тот, который нам нужно оптимизировать в рекламе. Казалось бы, разумный бейслайн. Что может быть и не так? Ну, что-то может. Давайте поймем, по каким метрикам мы понимаем, что тут идет не так. Офлайновые метрики у нас довольно понятные. Мы меряем метрики, ну, в основном, на самом деле, классификации, потому что все-таки мы больше верим оффлайну, онлайновой оценкой, а оффлайн это так, для нас более-менее такой первичный сигнал. Мы меряем предварительный лог-лосс, меряем рок-аук, стандартные вещи. Еще важный момент, что у нас задачи сильно отличаются от просто ранжирования, где нужно просто отсортировать в правильном порядке айтемы, но не важно предсказать конкретно вероятность какого-то события. Нам важно, потому что нам нужно эту ставку потом в аукцион подавать. Нам нужно именно предсказать вероятность дочитать. Поэтому нам нужна метрика, которая это отлавливает. В качестве такой метрики мы используем то, что называется ЕЦЕ, это Expected Calibration Error. Смысл в том, что давайте мы построим такой график, как справа нарисован. По оси Х мы возьмем точки из тестовой выборки, возьмем предсказания на них и побьем их на бины, например, шагом 1,10. В каждом бине посчитаем истинную вероятность таргета, то есть пропорцию положительного таргета, и построим такую диаграмму по оси Y истинно, по оси Х наше предсказание. Понятно, что чем ближе она к диагональке, тем лучше, тем мы ближе к реальной вероятности. Чем дальше, тем хуже и тем ниже наша метрика. Так она устроена. Ну а в онлайне мы меряем продуктовые вещи, мы меряем дочитки, мы меряем CPM, в основном, деньги с тысячи показов. И деньги дзена, как нашего продукта, так и общего дзена тоже измеряем. Итак, какие возникли проблемы на первом этапе? Чтобы понять, что есть проблема, нужно с чем-то сравниться. В качестве такого бейзлана сравнения мы выбрали нашу обычную кликовую модель, которую мы знаем, что хорошо предсказывают клики, ранжирование для пользователей у нас довольно хорошее, но абсолютно не предсказывают дочитки, потому что с чего бы их предсказывать. И этому никто не учил. И давайте на перформанс посмотрим в таком разрезе всей воронки взаимодействия. Потому что для того, чтобы статью дочитать, нужно сначала на нее кликнуть, а потом дочитать ее после клика. Вот, собственно, три колонки, вероятность клика после показа и так далее. Нас интересует самое правое. И тут мы видим, что мы работаем как минимум по качеству просто классификации, по оффлайну, совсем чуть-чуть лучше, чем кликовая модель. При этом, если раскладывать это по шагам, то мы видим, что клик мы предсказываем чуть-чуть хуже, чем кликовая модель, а дочитку за кликом прямо чуть-чуть лучше. При этом, если взять вторую колонку, вероятность дочитки от клика, и на этот таргет обучить модель, то, к сожалению, топовая по важности фича из имеющихся, у нее будет просто неперсональная дочитка рейд публикации, отношение дочиток к показам. Вывод понятный. Значит, наша модель предсказывает по сути клик, а дочитку она предсказывает неперсональная дочитка рейд плюс шум. Эффект понятный, но грустный. Конечно, хочется улучшить. Это раз. Во-вторых, из метрики ЕЦЕ, по которой я говорил на прошлом слайде, мы видим, что… Не могу абсолютно метрики называть, но мы видим, что мы в разы перепредсказываем вероятность. Мы предсказываем ее больше, чем она есть на самом деле. Окей, давайте эти проблемы фиксить. Фикс первый. Раз мы видим, что у модели нет достаточно признаков, чтобы предсказать дочитку после клика, или дочитку вообще в любом ее проявлении. Давайте мы такие признаки добавим. Как максимально быстро, за две недели, собрать какой-нибудь такой признак, дотащить его до прода? Очень просто. Есть у нас хорошо работающий паттерн с ILS фичами, с шагами ILS в сторону либо юзеров, либо айтемов. При этом, чтобы максимально ускориться, давайте какую-нибудь часть зафиксируем, например, юзерскую. У нас есть хорошие пользовательские эмбеддинги, кликовые. Они уже обучены, они сохранены, и мы знаем, что они довольно хорошо выглядят. Давайте мы просто возьмем и айтемные эмбеддинги к этим фиксированным кликам подберем так, чтобы они предсказывали вероятность дочитку. Положим их в это кликовое пространство, но с другой стороны попробуем обеспечить, чтобы при произведении одного на другого получалась вероятность дочитки, а не клика. Если мы так сделаем, то в онлайне наша задача проста до максимальности, нам нужно просто перемножить два вектора. Окей, сделали, замерили. Качество прям очень хорошо выросло, как в оффлайне, так и в онлайне прям хорошо. Это, конечно, нас обрадовало, вдохновило. Но это еще не все, не все проблемы были решены. В частности, несмотря на то, что мы рожировать стали лучше, мы все еще не попадаем в абсолюты. Мы все еще не предсказываем именно вероятность. Это надо фиксить. Причина для этого понятна. С одной стороны, все еще остается проблема недостаточной экспрессивности модели. То есть пока признаков… Это был довольно интересный инсайт, что, казалось бы, есть 300 признаков, казалось бы, на любые таргеты можно обучиться, а нет. Признаки пилили в основном под хорошие клики, фичей по дочитке не оказалось. Значит, модель пока недостаточно экспрессивна. Возможно, она что-то не может выучить. Ну и вторая проблема, которую, разумеется, нельзя списывать со счетов, это то, что так как на старте у нас контента было довольно мало разного, то чтобы выучить хорошую модель, мы ее учили на всей органике. То есть не только на пуле рекламных показов, но и на пуле всех органических показов, просто предсказывая дочитку. При этом понятно, что в среднем дочитываемость и кликабельность органических публикаций, ну, разумеется, выше, чем у рекламы, кому нравится просто так смотреть рекламу. Поэтому и модель была овероптимистик, она перепредсказывала вероятность. Понятные проблемы. Пока контента довольно много нет, чтобы выучить отдельную формулу, давайте пытаемся с этим бороться как-то иначе. Рассмотрели стандартные варианты, как это делать, и нестандартные рассмотрели. Первый стандартный вариант – это изотоническая регрессия. Я думаю, все примерно представляют, как она работает. В общем, это классическая задача оптимизации, которая ищет неубывающую функцию от одной переменной, причем решение получается кусочно-постоянным, чтобы она максимально близко предсказывала именно вероятность таргетного класса. Это классическая задача оптимизации. С другой стороны, а давайте мы рассмотрим еще один более простой, еще более инженерный способ. Давайте мы просто возьмем для каждого айтем и выучим некоторый поправочный коэффициент, насколько в среднем модель на нем ошибается, и на него домножим. Что может быть проще? Поправочный коэффициент выглядит понятным образом. В числителе количества дочиток, в знаменателе сумма предиктов формулы по всем показам айтема. В чем плюс и минус того или иного метода? С одной стороны, клейбровочные множители, в отличие от изотонической регрессии, нечувствительны к скору. То есть изотоническая регрессия может спокойно выучить, что, скажем, на низких вероятностях мы ошибаемся сильно, и там скор нужно сильно опустить, на высоких, скажем, более сильно ошибаемся, и его нужно оставить примерно на месте. Коэффициенты такого, конечно, выучить не могут. Они для любого предикта в одинаковое количество раз его увеличивают или уменьшают. С другой стороны, у изотонической регрессии нету чувствительности к айтему. Неважно, на каком айтеме была предсказана вероятность клика 5%, мы ее всегда подвинем на одинаковое количество времени. У клейбровочных коэффициентов такого проблемы нет. Они для каждого айтема могут быть выучены независимо. И тут нужно просто подбирать, смотря зависимости от специфики вашего датасета. Вот у нас специфика такая, что у нас айтемов разных довольно мало, а статистики по каждому из них довольно много. Там какие-нибудь десятки тысяч взаимодействий. И эти коэффициенты довольно хорошо выучиваются. Еще их запрограммировать просто. Поэтому давайте такую штуку и сделаем эти коэффициенты. Простые технические детали некоторые, что, во-первых, понятно, что их нужно считать не по всей истории айтема, потому что есть некоторая динамика в сервисе, статьи выходят, они сначала более горячие, а потом они устаревают. Сначала по ним мало статистики, потом больше. Нужно ее считать в некотором скользящем окне. И мы ее считаем некоторой модификацией экспоненциально взвешенного скользящего среднего. И чтобы просто не считать статистику по 10 показам с самого начала, мы вместо каких-то умных бета-прайеров мы просто начинаем с глобального среднего дощитка рейта для айтема и начинаем его варьировать в соответствии с этой формулой. Но тут мы прямо в космос улетели, когда это сделали. Хотя вещь, казалось бы, абсолютно тривиальная. То есть вот насколько бывают полезными простые и даже инженерные решения. Дочитки у нас чуть ли не в полтора раза выросли. Просто потому, что мы реально стали нормально предсказывать хотя бы вероятность аукциона. Мы стали попадать в абсолютно денег, которые мы готовы за позицию поставить. Мы перестали покупать ненужный нам рекламный инвентарь. И стали покупать нужный. Это было очень прикольно. Ну и последняя вещь, которую мы успели сделать на данный момент. Опять же, пока супер, значит, мега крутых вещей научных нету. Но вот такие простые решения, они реально хорошо пока улучшают качество. Время шло, мы видели, что объем наших данных растет. Да, значит, тут абсолютно не могу назвать, но видно, что там за n месяцев, да, ну, кратный рост инвентаря произошел. В какой-то момент мы поняли, что пора уже обучаться конкретно и на рекламе. Заодно и вот этот вот байс уберем, который отчасти ведет к раскаливированности модели. Мы просто это сделали. И тут такой забавный эффект, что сначала мы оффлайн замерили, и там буквально какие-то пары процентов качества выросло. Нам это пока не особо такие масштабы интересные. И мы немного расстроились. А потом в онлайн выкатили, и там все хорошо оказалось. И тут просто такой понятный урок, по крайней мере для нас, что оффлайн это хорошо, но верьте лучше онлайну. Если можно, гоняйте прям реальное АБ, на пользователях экспериментируйте, а все эти оффлайновые метрики, это только предварительный вал. Окей, давайте вкратце еще расскажу про то, что делаем прямо сейчас, и про некоторые ближайшие планы, которые у нас имеются. Ну, значит, во-первых, нашим успехом с одной фичой про дочитки мы были очень окрылены. Мы его хотим как можно более дешево повторить. Ну, как и любой там уважающий себя каглер, давайте вот мы возьмем этот признак, там, значит, сто раз разными способами обучия мы в модель запихнем. Вот, возьмем все возможные айтемные имбеддинги, да, там, контентные, коллаборативные, все, которые я говорил на прошлом слайде, одном из прошлых слайдов. Их принесем в онлайн, в онлайне сделаем шаг АЛС в сторону дочиток по пользователям, да, то есть подберем пользовательский имбеддинг, который лежит в одном пространстве с этими айтемными, и сделаем таких много-много дочиточных признаков. Вот, помимо этого мы еще обучили полную коллаборативную фильтрацию по дочиткам, то есть в оффлайне прям сделали несколько шагов АЛС и в сторону айтема, и в сторону дочиток. Вот, много таких признаков напилили, пока онлайна нету, потому что там есть некоторые технические проблемы с привозом в онлайн, но по оффлайну, по крайней мере, вроде все довольно хорошо, ждем, сидим. Вот, ну и такой уже в совсем близ режиме to-do list того, что мы собираемся делать в ближайшее время. Тут и умный отбор кандидатов, про который я говорил уже раньше, как его нужно по уму делать. Тут и оптимизация более правильных таргетов, то есть сейчас мы оптимизируем дочитывание. Это довольно хорошая прокси к качественному показу, но не идеальная. Все-таки рекламодателям интересны более реальные конверсии или как минимум время, проведенное на сайте. Поэтому давайте как минимум будем стараться предсказывать вероятность перейти на сайт рекламодателя после прочтения. Это челлендж как с точки зрения того, что и аукцион под это надо адаптировать, и признаки под это новые нужны, и модели под это новые нужны. В общем, ну, просто переход на другой таргет со всеми вытекающими отсюда последствиями. Новые признаки модель нужно тащить, то есть до исчерпания какого-то базового качества модели тут еще очень далеко, и работы довольно много. И такая важная задача, которая у нас есть, это автобюджет. Это такая некоторая специфичная для рекламных продуктов задача. Она состоит в том, что вот так могут работать модели ML, что рекламодатель какой-нибудь бюджет занес, там тестовый, а формула почему-то решила, что это прям статья огонь, значит, она всему дзену зайдет, рекламодатель с утра заходит и видит, что он скрутил себе месячный бюджет. Вот. Это, конечно, прикольно, но, значит, неожиданно. И, соответственно, прикольно не для всех, а скорее только для нас. Вот. И поэтому нужно от таких вещей защищаться. Нужно давать клиенту способ контролируемого расходового бюджета, чтобы он сказал, что я хочу такую-то сумму потратить за неделю, да, и при условии таких констраентов находить максимально релевантную, выбирать максимально релевантную аудиторию. Это такая хорошая задача. Ну, задач довольно много других. Я сейчас все перечислять не буду, но там примерно скоп деятельности вы понимаете. Делать нужно примерно все, находимся еще на довольно раннем этапе, когда вот такие простые решения, как я сейчас описывал, дают хороший прирост качества. Вот. Вроде все сказал, что хотел. Всем спасибо. Если какие-то вопросы есть, буду рад ответить. Спасибо. 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 Спасибо.